Хотел сделать небольшой обзор относительно транспорта, который распространен в Турции. Это электро-трицикл. Она является самым дешевым транспортом в Турции. Как вы знаете, передвигаться на обычном транспорте автомобиля здесь дорого. Почему? Потому что бензин здесь дорогой. Около одного доллара стоит бензин. Но передвигаться на таких транспортах, как, допустим, мотоциклы. Сейчас вам даже покажу. Вот такой мотоцикл, конечно, от 150 кубовый. Они будут потреблять где-то 3-5 литров бензина. И намного удобнее на них передвигаться. Ну, а если рассказать о преимуществах таких трехколесных или двухколесных электроскутерах, то это намного выгоднее. Раньше я занимался электротранспортом, скутерами. Например, если у вас есть такой электроскутер, то на 100 километров вы можете тратить где-то 2 киловатта электроэнергии. Или 4 киловатта. 1 киловатт где-то будет стоить вам 10 рублей. Поэтому многие предпочитают передвигаться на таких транспортах. Потому что это дешевле, чем на бензиновом двигателе. Вот такой мотоцикл бензиновый. Многие полицейские тоже передвигаются, но не на Хонде, а на БМВ. Вот у соседей тоже 2 есть. Вот доставка газобаллонных оборудований в квартирах тоже передвигается на дешевом транспорте. Правда, на бензиновом двигателе. Например, передвижение... Смотрите, тоже зарабатываю деньги вот таким способом. Правительство Турции объявило 4 дня карантина на одной неделе. И поэтому сейчас в городе Мерсине наблюдается большой поток движения автомобилей, людей. Все куда-то едут для того, чтобы последующий четверг, пятница, суббота, воскресенье, 4 дня, быть дома. И поэтому они едут для того, чтобы купить себе необходимые продукты на эти дни карантина. Привоз продуктов осуществляется на таких портерах. И обычные люди, такие как мы, используют вот такие тележки. Для того, чтобы необходимые продукты хватало на несколько дней. Отдельно хочется отметить, что есть специальные доставки, сервисы с помощью скутеров. Разные услуги, такие как кебаб, пицц, пиццерия, используют службу доставки. Мы находимся в районе Мезетли, набережная. Здесь люди идут тоже за продуктами. Вот мост. Общественный транспорт тоже ходит. Передвижение общественного транспорта плюс обычного транспорта не запрещено во время эпидемии в Турции. Мелкие лавки работают, предоставляют свои услуги для продажи продуктов. Лавочки некоторые открытые продают, распродают свои товары. Может, как ходу, наблюдается большое скопление банк. Я не знаю, чем это связано, но это везде. Продолжение следует...